Привет! У нас сегодня прямой эфир соли и мы плавно подходим к теме излишнего употребления, потому что в январе я плотно ухожу в очистку острова Бали от пластика. Мы шли два года к этой программе, два года переговоров. Понятно, что там были всякие нокдауны и прочая ерундистика, поэтому тема очень затянулась. Но мы готовимся к ней два года и в январе мы начинаем достаточно серьезную поддержку оказывать организации, которая собирает пластик на Бали. Поэтому с солей мы тоже хотим смежную тему затронуть. Мы будем сегодня говорить про то, что излишнее употребление в нашей жизни связано в большей степени с тем, что мы просто не умеем употреблять. Вот и все. То есть мы не разбираемся в собственных желаниях, мы не понимаем, что мы хотим. Из-за этого мы покупаем все про запас, потом это все тухнет, не одевается, не используется, не знаю, остается маленьким. То есть мы бесконечно в какой-то конвульсии потребительской. Из-за этого употребляем слишком много, потом постоянно расстроены. Это не дает нам никакого удовлетворения. И в итоге это просто какой-то круг совершенно бесполезного действия, которое ничего нам не приносит, кроме сожалений о том, что нам ничего из этого не подошло, не понравилось, не принесло какого-то удовольствия или выгод, или даже пользы элементарной, базовой. И мы потратили на это время деньги, а радости все нет. И мы каждый раз пытаемся что-то еще купить, чтобы себя порадовать. Оно не радует, потому что потреблять нужно уметь, конечно же. И я хочу сегодня с Олей поднять тему о том, как потреблять и как сделать так, чтобы ни в коем случае у вас не было захламления вещами, которые вам совершенно не нужны ни морально, ни этически, ни психологически, ни физически. То есть вообще никак. И у вас этого очень много. Это потом перерастает в привычку, то есть мы не умеем потреблять везде. Соответственно, если научиться потреблять в одном месте, это как базовое фрактальное знание, оно будет проецироваться и на другие сферы в какой-то мере тоже. Если вы, например, очень сильно занялись изучением какого-нибудь биохакинга, и потребляете какие-то пищевые добавки, разбираетесь в том, как происходит метаболизм в вашем теле, очевидно, что вы становитесь более насмотренными, и вы становитесь более рациональным потребителем и в других сферах в том числе. Если вы идете в какую-то дисциплинарную науку, то она дисциплинирует вас во всех остальных областях на какой-то процент. Понятно, что не так же круто, но все же. Ой, это сложно, в развитую эпоху маркетинга мне тут комментируют. Вы поймите, что никто из вас не понимает, что такое маркетинг. Что такое маркетинг? Да, это продажа. Что такое продажа? Продажа — это искусство донесения смысла до человека, функции, необходимости вещи, то есть ее базовых характеристик. То есть, например, я хороший продажник, потому что я хорошо анализирую, вижу суть и умею мысли упаковывать в слова. Если вы посмотрите, большинство людей, они даже мысли не могут упаковать в предложение, чтобы донести свою мысль. А там нести-то не очень далеко, отсюда до сюда. Ну, как бы не ахти, вроде бы, казалось. Но большинство и этого не могут сделать. То же самое касается то, что вы не можете свое желание облачить в слова, да, то есть вы не можете сказать, что вы хотите. И вы часто даже не понимаете, что вы хотите здесь, поэтому сюда нет смысла нести. То есть это расчесывание реальности в голове. От того, что вам кто-то впихивает в какой-то маркетинг, вы никогда на это не поведетесь, если вы умеете анализировать и думать. То есть по факту вы правы. Если человек тупой, да, на него должен работать любой маркетинг. Если человек не тупой, на него вообще маркетинг не сработает, потому что у него и своя голова есть, он сам понимает, что ему нужно, что не нужно. Он уже давно заебался тратить лишние вещи, жрать лишнюю еду, скупать ненужный хлам и отказывается от подарков в момент, когда их пытаются впихнуть. Я очень часто отказываюсь от подарков в тот момент, когда мы их дарим. Выбросить это вот сразу по стукам, чтобы уйдем. Раньше я это делала тайно, сейчас я это могу сделать открыто, поэтому я сразу говорю, заберите, пожалуйста, обратно, потому что я точно не, и я не хочу, чтобы вещь оказалась в планойке, поэтому я проще откажусь. Или я говорю, что не вдумайте мне ничего дарить, потому что я настолько ебанько, педантичная к вещам, что лучше не рискуйте, не нужно мне ничего дарить, потому что лишняя вещь — это трагедия в моей жизни. Привет, дорогая. Привет. Я думала, ты в лесу. Я буду с послезавтрашнего дня. Ой. А, всё отлично, прекрасно. Я ничего не понимаю, тут какие-то незнакомые фильтры. Хотела какую-то красоту сделать, но, кажется, естественная красота будет моя вас обриследовать сегодня. Отлично, я буду опять пятном морковки на твоём фоне. Весь эффект. У меня какой-то фильтр в голосе, знаешь. Спасибо. Я залипла на твою фотку, которую ты только что опубликовала. Просто я очень редко хожу в социальные сети в новогодние праздники. Я люблю отдыхать мозгами, но, правда, отключаться от этого всего. Там, где ты идёшь, такая просто спасательница Малибу, выходишь из пены морской, как Афродита. Вау, просто вау. Как у тебя удаётся ли, я просто не прочитала ещё комменты, что ты хочешь сказать, не салаты в тебе, всё в зале, работа над собой и так далее. Пожалуйста, давай, побеси меня и простимулируй заодно своим рассказом. Да, Новый год мы провели с Нурланом, Малеком и с частью их команды. И мы просто пили чай всю ночь и слушали волны. То есть я не съела ничего в сутки Нового года от слова «совсем». И, в принципе, у меня нормально. Знаешь, я просто забыла один давний лайфхак, который меня когда-то очень сильно выручил. Когда я его нашла, ну, в психике, он меня так сильно выручал, а потом я его как-то подзабыла и отпустила. И тут я его снова вспомнила. И он про то, что каждый раз, когда мы думаем что-то, ну, что, знаешь, у нас есть какие-то там повторяющиеся сценарии, или мы что-то точно любим, или мы что-то точно не любим, у нас что-то точно получается, точно не получается. Ну, знаешь, вот это вот, что мы в чём-то уверены о себе самом. По факту, это же всегда предположение. То есть если со мной это произошло три раза, не значит, что это произойдёт со мной четвёртый раз. И то, что я ненавижу спорт всю жизнь, а мне 38 лет, не значит, что я его до сих пор ненавижу. То есть надо иногда проверять вот эту свою уверенность. И я пошла заново проверять, просто по новой. Ну, то есть всё стёрло. И вот я такой, знаешь, младенчик, и всё заново. То есть я себя отдала в руки своего коуча, с которым я год работаю. Я говорю, слушай, Эд, давай без возвышенных. Мне нужно тупо привести себя в порядок. У меня есть два месяца. Я говорю, делай, что хочешь. Мне нужно, короче, сходнуть. И мне нужно полюбить спорт. И желать на каждый день, чтобы это было. То есть просто новый образ жизни. Вот взять из нуля, сделать 38 лет. И ты знаешь, это сработало, потому что оказалось, что моё предположение уже неактуально. Да. То есть всё уже другая личность. Я зашла заново. Мне помогает терапевт. И мне не страшно, не больно, не обидно. У меня никаких истерик, никакого отторжения. Нормально. И просто я как бы хочу ещё несколько тем с этой точки зрения посмотреть. Может быть, я ещё что-то перестала. Ну, да, какие-то мои утверждения, которые я защищаю много лет, может, они тоже уже неактуальны. И вообще, знаешь, я их там сто лет назад выдумала и полжизни защищаю. Потому что мы все очень склонны защищать свои слабости. А тут нужно, знаешь, с безжалостностью к себе, как обычно. Вот. И это очень круто. Но, видишь, моя же... Все знают, что у меня песочные часы, потому что я себе сделала все операции. В принципе, вот всё, что бывает в мире, всё, что можно сделать по пластике тела, кроме одной операции, я сделала. То есть у меня осталась всего одна операция, которую возможно сделать с моим телом. Ну, кроме удлинения ног. Я не поеду к ревизаргу на 2 года, знаешь, ноги удлинеть. Можно поправить кривизну ребер, и тогда талия будет на 12 сантиметров меньше. Это можно. Но у меня так огромный пердак и огромные сиськи, как бы. И по факту я хочу просто сдуться. То есть я хочу то же самое, только пропорционально, да, меньше. Потому что вживую я, конечно, бомба вообще убийца. Вот. И как бы я просто очень мощная в этих песочных часах. Мне бы хотелось немножко поминиатюрнее, потому что всё-таки мир моды очень жесток. И эти засранцы всё ещё не шьют красивую одежду на 2XL. А мне бы так хотелось зайти в магазин и что-то купить. Я вам клянусь, на меня не шьют одежду. То есть я 2XL. Моего размера не бывает в дорогих бутиках. Ну, может, только из када. То есть я не могу нигде на себя... Ну, в Гуччи ни одна вещь за всю жизнь на меня не налезла. Ни одна. То есть я могу её купить, но она на меня не налазит. Вот. Это очень обидно. Поэтому, конечно... Ну, я люблю испытания. Видишь? Да. Смысл. Смысл что-то ещё делать, если можно развлекаться. У меня такие игры всегда испытательные. Давай про потребление. Знаешь, почему я с тобой хотела поговорить? Потому что в тебе есть определённая эталонность потребления. Ты очень часто делаешь гараж сейл. Ты как раз-таки тоже та здоровая коробочка, которая сначала всё в удовольствии копит, копит, потребляет, потребляет, покупает, покупает. А потом фух, и там 3 раза в год делает гараж сейл. И просто там всё раз надёбанное сбывает без каких-либо зазрений совести. То есть по факту тебе нравится как бы вот этот круговорот, да? Скорость течения этих вещей в твоей жизни. Они у тебя там на 40 лет не остаются в гардеробе, как у меня. То есть я ни разу ничего не продавала. Один раз, когда я из ЕКБ, по-моему, переезжала. Но мне, честно, так жалко было это всё. Проще было выбросить. Мне не нравилось то, что я людям каким-то это продаю. То есть если бы они не знали всё эти вещи, мне было бы спокойно. А ты так очень легко их через себя, знаешь, как этот ручеёк пропускаешь. И по факту у тебя есть скорость потребления, которая не даёт водичке застояться в болотце. То есть ты решаешь этот вопрос тем, что ты просто с высокой скоростью пропускаешь сквозь себя. Потому что тебе как нормальной женщине нужно новое, нужно красивое. Но понятно, что никакого трёхэтажного восьмиярусного дома не хватит, чтобы это складировать. И смысла в этом нет. Они же сохнут, там с ними может что-то произойти. Ну понятно, что мой подход – это микс рационального и иррационального решения. Потому что я нахожусь уже неделю под впечатлением просмотра фильма Ксюши Собчак про её дом. Просто восхитительный дом, абсолютно восхитительный. И там у неё две гардеробные. Одна такая как в общей, а одна прямо её ещё. И это просто, это как отдельный дом тоже. Ну там какие-то гигантские совершенно пространства, невероятно сделано всё. И вот эти стеклянных подсвеченных шкафах. Ну знаешь, эталонные образцы даже в кино так не размахиваются с декорациями колливудскими. Наверное, только похожи гардеробные вот из фильма «Женщина при деньгах». Я смотрела сериал потрясающий. Ну там мультихреняардерша, значит, она там была. Вот. И как у Филиппа Киркорова. Вот я, три примера. Филиппа и женщины из сериала. Вот. У меня, естественно, таких масштабов нет. Но я очень люблю, я очень люблю ткани, я очень люблю цвета, я очень люблю проявляться через внешний вид. И как бы мне необходимо было придумать какое-то решение. Это тоже, как Света Ермакова мне в своё время сказала, что голова всегда найдёт выход. То есть если у вас голова с мозгами на плечах, то нет, в принципе, нерешаемой задачи. То, что сейчас ты там делаешь с телом, это просто задача. Когда я в своё время похудела, я похудела тоже очень специфичными методами, которые мало кому подходят. Я просто себя знаю и знаю, что мне нужно. Мне нужно сначала как бы резко, я еду, например, на голодание, то есть 5-7 дней, потому что я не могу постепенно, мне нужно сразу видеть результат. Я знаю особенности своих. Я его увидела, и мне уже проще фиксировать. И из этого я начинаю действовать. Я уже вдохновлённая. Мне уже в джинсах уже место осталось. Какие-то платья уже сели по фигуре. И я на этой волне могу дальше продолжать. Вот я так каждый раз просто свой разум обманываю. Здесь то же самое. То есть я хочу покупать, и не умею такого пространства, чтобы хранить. И в своё время просто сделали даже отдельные аккаунты, но уже полтора года существуют. Мы там ничего не делаем, кроме того, что перед распродажей я одну историю записываю, что там в аккаунте, там есть тысячи человек подписанных, плюс люди добавляются в день. Распродажи мы за один день всё это реализуем. Это возвращаются деньги, и вещи уходят. Плюс я много отдаю во всякие службы, и я отдаю. У меня распределительный центр мама, она там сёстрам, себе, ещё там по деревням, значит, всем моим родственникам. Девчонкам отдаёт, я знаю, что они носят с удовольствием и так далее. То есть это микс моего желания много пробовать покупать. Плюс оно вызвано не просто само по себе желанием покупать, а это некое соответствие, некий новый посыл в мир. Потому что очень сильно меняется, вот я смотрю на старые видео, очень сильно меняется мой подход, моя трансляция, моя эмоция основная, так скажем, через которую я себе миру преподношу. И вот у меня бывает то периоду яркого, буйного цвета, то что-то более лаконичное, элегантное, женственное, то я решила в леди поиграть, то я придумала себе, значит, что вот сегодня я воин-самурай, а завтра я, значит, леди. И через это, это принципиально разные вещи, принципиально разных гардероб. Поэтому я просто с мозгами своими опять же договорилась. У меня нет чувства вины, поскольку я ресайки делаю постоянно, и людям это тоже полезно и приятно, то есть энергетический такой момент, они там прикасаются, что ли, к моему выбору, тоже как бы следуют за мной. Поэтому тут всё сложилось в такую идеальную формулу. Последний раз в Новый год мы продавали, очень много тоже продали, у меня абсолютно свободен гардероб. Вчера я лежала, там в корзиночку сложила, перед сном лежала и в корзиночку сложила несколько себе новых вещей, которые дополнят гардероб. И из последних моих лайфхаков, то есть ты каждый раз повышаешь градус эксклюзивности и трансляции, я сшила себе верхнюю одежду первую. Ну, то есть как бы уже всё, и мы сшили такое по пальто-шакет, там с подстёжкой, то есть оно всесезонное такое, я уже сгоняла в нём петер, и сшила великолепный воротник, всё, соболя, скорняки там работали, мы делали такую очень богатую, такую выкройку красивую, дорогая очень вещь, но знаешь, она придёт на то, чтобы стать фамильной, потому что если это аккуратно носить и эксплуатировать, то это может быть на много лет. То есть мне интересно сейчас так же попробовать в полном смысле речь инвестиций, это то, о чём говорили мы с тобой в предыдущем. Но мы, наверное, хотим всех в принципе подвести к тому, что вот эта мысль про точки вещей – это норма, потому что большинство наших зрителей и подписчиков – это девчонки, которые склонны к трансформациям бесконечным, они бесконечно на каких-то курсах, на каких-то тренингах, что-то с собой делают, где-то дышат, какие-то випассаны там, ещё что-то, растяжки эмоциональные, физические, всё подряд. Очень активная аудитория. Соответственно, смыслы быстро достаточно меняются, да, и ты как бы перевариваешь, то есть метаболизм собственного образа, он очень быстрый. И это нормально. То есть невозможно встать на путь изменений и ожидать, что у вас вот этот гардероб до конца жизни вам вообще пригодится. Это вообще абсолютно заблуждение, потому что вы начинаете себя искать, и не факт, что вы себя когда-то доещите, как константу, скорее всего, нет никакой константы вас. Это видоизменяющаяся субстанция, которая получает удовольствие именно из-за этого видоизменения бесконечного. То есть дать себе свободу, постоянно изменяться, переодеваться, обновляться, это наивысшая степень свободы женщин. То есть там очень много удовольствия. И вот все, например, кто сейчас к нам на ключи зайдут, первое, что они сделают, ну там уже, я вижу, кто-то делает, начинают выбрасывать шкафы. Потому что понимают, что все эти вещи про них говорят, то, что они уже не хотят про себя говорить. Ну и они там в первой инстанции куда-то это увозят, уносят, тоже раздают еще что-то. И потом что начинать? Ты ищешь себе какие-то смыслы, закупаешь себе первую партию. Начинаешь к ней принашиваться, принюхиваться, протираться. Проходит два месяца, и ты уже хочешь получше. А это тебе тоже нужно куда-то девать. И ты это сливаешь, ты уже что-то получше. Сколько у тебя лет ушло между тем, как ты купила просто с диким скрипом первую сумку за 200 кс-ов, и тем, как для тебя это стало соизмеримо покупки мороженки или кофе в Старбаксе? Сколько лет прошло? То есть сколько заняла вот эта эмоциональная и финансовая растяжка? Ну, много лет, 7, наверное. Лет 7, я так думаю. Ну, то есть это прямо очень выраженный период, и вот абсолютно точно. Я помню, когда я в Самаре сказала тезис, который очень сильно понравился, его все заскринили, и потом я видела сотни репостов про, когда ты потребляешь что-то дорогое. В контексте мы говорили про инфоуслуги. То есть если ты купил дорогое обучение какое-то, ты можешь выставить такой же или сопоставимый ценник на свои услуги, потому что, ой, да, нормальные люди могут это купить. То есть ты отдал деньги, и ты не потерял, ты не сошел с ума, ты не как Акакия Акакевич при потере Даши Нелли, значит, от разрыва сердца умер в течение трех дней, потому что просто не смог пережить там эту потерю. И ты понимаешь, что это реально. С вещами все абсолютно то же самое, но это сначала сумка за 70, и это очень дорого. И там, да, это DK&White, это Michael Kors идут, и такие бренды. И тебе кажется, что ты уже, вот я помню, в Стокман, когда он пришел в город, и ты там все видишь, вот это, и такое стремление, и ты с ней везде ходишь, и как-то так она у тебя на видном месте. Это важно. То есть это не, очень часто это воспринимают как поверхностный такой, поверхностный подход к жизни, хотя отрицать его абсолютно глупо. Мы социальные существа, и это просто коды, которые общеприняты, и они считываются, и просто люди так договорились, что если у тебя дорогая сумка, ну, значит, ты более-менее что-то там понимаешь в жизни, ну, банка хотя бы закрыта. Хотя есть девочки, да, которые там сумку купят и голодают. Такое тоже есть, и это в нашей жизни было, но ты потому что пытаешься проскочить фейс-контроль этот условный, такой социальный, как бы немножечко форсировать события. Поэтому я помню момент, когда вот покупала, и это было прямо как дорого, там за 70 тысяч, а потом ты раз купила за 180, и все сумки за 120 стали, ну, только это, понятно, недорого уже, потому что они дешевле твоей. Дальше, ну, вот, одну за 300 покупаешь, и все остальные за 200 стали просто демократичной покупкой. Вот. Со временем. Ну, потому что это безопасно. То есть вам в любом случае придется прийти к вот этой идее проточного гардероба, потому что, если вы сейчас в начале пути и вы ищите себя, свои смыслы, вы пытаетесь сориентироваться в пространстве, в какое общество вы хотите зайти, в какое окружение вы хотите наработать, кем вы хотите стать, когда вырастете. Вы сейчас сразу не ответите себе на эти вопросы, но вы можете зайти в какую-то ближайшую, доступную, приятную ступеньку, да, избавившись каким-то деликатным методом от того, что у вас есть, потому что это кому-то точно нужно. Вы можете зайти на какую-то следующую, более приятную, да, пусть это Майкл Корс, он вполне симпатичный, кстати, мне очень нравятся у них украшения и часы классные. И со временем, когда вам станет, ну, безопасно, комфортно, вы привыкнете, вы сможете еще сделать шаг. Но вы не можете сразу в тоталлук от Гуччи зайти или тире, потому что это тумачо, это будет эмоциональный шпагат, это будет больно, это будет травматично, вы будете запыхаться, задыхаться, икать, сиплые, сиплые, что там, как поносенка всех называют, сиплые, хиплые, облезшие. Вот. То есть просто женщины почему-то не доходят до идеи поточного гардероба. То есть им кажется, что вот я сейчас возьму стильиста, вот я накопила 200 штук, мы сейчас как оденемся, как оденемся, как оденемся, как оденемся, и вот заживем. не получится, потому что гардероб это просто ваш помощник в поиске смыслов, и ваши ступеньки в растяжке. Вы не можете вот из человека, который никогда сразу стать, например, как Оля сейчас, потому что Оля на ваших глазах этот путь делала, и в принципе твои ступени видны, мои ступени видны. И у всех звезд тоже ступени видны, если отмотать их инстаграм пониже, там такие ржаки, что и со стилем проблема у всех была, и с прическами, и с макияжем, и с аксессуарами совсем сразу. Но нам всем пришлось этот позор пережить, чтобы мы потом начали сами в этом разбираться, потому что невозможно найти свой стиль, если тебя бесконечно одевает стилист, потому что очень сложно ну вот это вот ядро самости найти, когда у тебя все время помощник. То есть стилиста стоит брать в помощники, когда вы уже ядро самости поднащупали. То есть вы сначала приняли какие-то решения, я бы хотела быть леди, или я бы хотела быть там хулиганкой, или я хочу выглядеть как Лара Кропт, или я хочу там стать женой какого-нибудь среднего бизнесмена, в принципе мне достаточно. И вы уже исходя из этого образа идете, например, и стилист выступает в качестве подружки, потребителя, она просто вас как-то дополняет. Это все равно приятно с кем-то проживать. Я согласна, что шопинг с кем-то он гораздо приятнее, веселее, и пусть это лучше будет профи, чем какая-то неумелая подружка, что точно может не очень выгодно на вашем будущем отразиться. Подружки они просто ну как бы во-первых, мало кто может конечно говорить правду, и там ты бережешь человека, ты не скажешь, что там супер не идиота, хотя на самом деле очень. Подружки свой вкус или просто то, что нравится им, салютуют другим людям. Хотя ваша трансляция в мир может абсолютно не совпадать, более того, быть противоположной. по поводу стилей 3-5-го, когда делали курс оффлайн интенсив, она дает классное очень упражнение, значит, девочки, напишите вот ну типа определения эпитеты такие, какой вы хотели бы быть, вот, и какая вы сейчас. Когда людям даешь такое элементарное задание подумать, вот ты просто там 7-10 минут просто сидишь, думаешь над этим списком. во-первых, очень у многих на 3-4 определениях ну там красивой, там сильной заканчивается. То есть люди не идут в глубину в эмоциональной характеристике, хотя именно они, то есть как бы, например, одежда может показывать эффект, ты можешь написать, что ты хочешь, ну чтобы твоё, не знаю, допустим, высокое происхождение было видно через людей. Ну то есть какие-то вещи гораздо более тонкие, гораздо более сложные. Вот. И у тотального большинства не совпадает то, что они думают и чувствуют про себя сейчас и то, какой они хотят быть. А ещё такое одно наблюдение, это тоже социальное, мне кажется, как бы намотали просто, что вот быть, быть там дорогой, быть эффектной, быть заметной, быть яркой, проявленной, и выходят девочки все сплошняком в бежевых таких вот каких-то мягеньких там рубашечках, таких вот в мелкие там цветочки как-то всё там заправлены, какие-то платьишки такие с небольшими валанчиками, всё, то есть абсолютно противоположность тому, и дальше ты начинаешь разбираться, а ты правда хочешь быть яркой, потому что, ну, всё бежевое в тебе говорит об обратном, но ты хочешь быть яркой и одеваться настолько невзрачно, то есть настолько невзрачно, то есть тотально невзрачные образы, и потом такой, ой, ну, наверное, нет, мне вот всё-таки некомфортно, то есть люди просто, вот эти слова, которые сейчас как бы вышли в пираж, и они отовсюду звучат, что проявляйся, 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 я думаю, что есть масса женщин, которым не нужно быть яркими, это не потому, что там место занятое, и я хочу быть яркой, если хочешь, а потому, что это просто вообще не соответствует внутреннему посылу и задачам, которые, там, ты призван решить, поэтому тут очень, это очень психологическая тема, очень сложная и надолго, вот к чему мы вас пытаемся подготовить, и ещё я, у меня раньше такое было, я очень люблю всё быстро, типа, пришла, за 4 часа всё купила, и типа, про это не думать, сейчас мне нравится делать, потому что я не могу понять, через 2 месяца я какая буду и где буду, то есть я не покупаю сейчас много, я не покупаю каким-то таким объёмом, у меня есть несколько комплектов или одна вещь, и потом я себя намеренно останавливаю, делаю перерыв, через 2-3 месяца я могу заказать что-то другое, вот у меня, например, был период брючных костюмов, потом он сменился на платье, просто я по заказам в ателье вижу, как у меня, я раз, и как всё, я наигралась, я хочу отдохнуть от этого, новая трансляция, новая, поэтому это всё время держать руку на пульсе своих эмоций, и когда ты через материальные вещи можешь отреживать, как меняются твои смыслы и эмоции, но это тебя кратно быстрее приближает к пониманию самой себя, к чему, собственно, мы всех и ведём, нежели иногда, знаешь, работа над психологом, то есть ты просто видишь, вот я такая, вот я такая, вот эти изменения внутренние. У тебя сейчас какая ступень из тех ступеней, которые ты, как бы ты её назвала? У меня стопопроцентный стоп потребления, я купила всё, что мне нужно было, и сейчас я в фазе накопительства денег, и ухожу агрессивно в благотворительность. Я два года договаривалась, очень крупная организация по сбору пластика из океана, и вот мы пришли к соглашению, и я становлюсь их одним из самых крупных спонсоров, и надеюсь, ещё их популяризировать в мире, чтобы все могли тоже купить спонсорство. Они продают юниты, ну то есть ты можешь оплатить кусок земли, который они будут за счёт твоей поддержки круглый год прибирать. Ну и понятно, что это там, знаешь, можно гектары купить, можно целые побережья выкупить. Да, и у меня, в принципе, вообще всё есть. Я сейчас даже заведу через ассистентку в Оскеле этот аккаунт, чтобы продать лишние вещи. Но мы очень серьёзно подошли к продаже, мы их домработницей вычистили идеально, фотограф в фотостудии их отфоткал. То есть это как бы тоже такой, знаешь, ритуал, потому что у меня с вещами очень уважительное отношение, каждая эта вещь принесла мне пару миллионов точно. То есть у меня нет ни одной случайной вещи, и я бы сказала, что я максимально стабильный человек, то есть я как ты не меняюсь бесконечно, я, наверное, много лет в одном состоянии, по-честному, ну, с какими-то колыханиями, но как бы у меня ядро не меняется, и у меня, в принципе, стиль-то никак не изменился за последние лет, ну, 5-10, ни на грамм, мне кажется. То есть это также остались чёрные мужские костюмы, это всегда голая щеколотка, это ни одной зимней вещи, это всегда обувь на голую ногу, или на смешной носок, то есть, в принципе, у меня как бы, ну, вот это вот комплекты, да, которые я использую, они уже собраны, и у меня есть вещи, которые я ношу по 20 лет, ну, которые на меня там, а, ну, туфли, на меня больше ничего не налазят, в основном это туфли или мой килт, который я из Секины привезла. Да, у меня такой небольшой стоп в потреблении, потому что мне неинтересно потреблять, мне нужна для этого новая фигура. И мне просто вот с этим неинтересно работать, то есть быть 2XL, это, знаешь, это вот по факту у меня такая гиперсексуальность, а я не очень люблю этот образ, я просто хотела хоть какую-то фигуру, потому что я была бревном всю жизнь, то есть у меня ничего не выделялось, обхват бёдер, живота и груди был абсолютно одинаковый и широченные плечи. То есть по факту то, что вы сейчас видите там на фотках, это, наверное, там около 10, операций по телу, чтобы хоть какая-то форма появилась. Но эта форма сейчас как бы в таком размере, что мне этот стиль эмоционально не подходит. Я не сексуальная кошка, я такой, знаешь, больше деятель, философ, наверное. То есть я не политик, по типажу, да, как сейчас меня все пытаются увидеть, раз она решила, значит, нет, я точно не политик. Я скорее деятель, философ и такой, ну как бы предприниматель. И мне хочется, конечно, более деловой стиль всегда. На моём размере деловой стиль не очень дачно выглядит, потому что на мне пиджаки выглядят как шкафы, а я их ну просто обижаю. Я не хочу выходить из вот этого костюмного стиля. Я постараюсь просто подсушиться и вернусь. Мне очень нравится именно мужской стиль. То есть костюмы, полированные, со стрелочками, с классной тканью. Я люблю винтажный ланвен. Ну, короче, значит, это всё тема. Поэтому я пока что на стопе. Тем более на бали потреблять невозможно. Тут ничего нет. Тут ещё плесень сожирает. Поэтому это такой вынужденный детокс от одежды. Но я рада, что я все свои вещи положила в новую гардеробку. И я знаю, что больше туда ничего не влезет. Поэтому я пока не могу ничего покупать. Мне нужно её разгрузить тоже. Вот я сейчас буду с тебя пример брать, выгружать. И мы хотим подвести это к той теме, что очень важно, ну, как бы, в принципе, прийти к ресайклу. То есть невозможно оставаться счастливой и живой в теме гардероба или потребления, если вы когда-то не придёте в каком-то виде к ресайклу. То есть я раньше просто раздавала вещи. Обычно весь мой гардероб достаётся ассистентке или там каким-то подружкам. Да, у ассистентки уже там сумок нормально. Вот. Больше, чем я из зарплаты плачу точно. Мне проще отдать кому-то по-тихому, чем, знаешь, заморачиваться в процесс продавать. Но я думаю, что так я от многих вещей не смогу избавиться. Ну, то есть я не могу отдать ей бартфорты Баумейн, знаешь, из питона с золотым каблуком. Но это абсурд. Я их купила на съёмку, моих отфоткали, надо продать. И вот я сейчас тоже вхожу в тему ресайкла. Раньше я была с другой стороны ресайкла. То есть я очень люблю потреблять что-то БУ. Да, мне нравится потреблять что-то БУ. Потому что я ну, вообще очень хорошо отношусь к теме вторичного потребления, к экологии и всей этой фигне. И мне, конечно, приятно что-то купить не нужное кому-то, но нужное мне. А если я смогу потом ещё это куда-то дальше пустить, будет вообще топчик. То есть вот этот круговорот вещей, как в детстве, да, потаскать. Это вообще супер, мне кажется. Мне очень приятна эта тема. Вот. И я много лет потребляла ресайкл. Ну, second hand. И сейчас я хочу запустить как бы звено цепи дальше, чтобы не быть тупиком. То есть мне нужно жёстко вообще избавиться от всех вещей. Они мне честно просто не нужны. Я думаю, в следующем году я сильно поменяю стиль. Вот. И уйду полностью ну вот в этот мужской деловой. Хочу в мир мужчин зайти с ноги. И, конечно, ну я оставлю несколько ебанутых комплектов. Это как бы моё нутро изначальное. Но мне хочется зайти вот в эту чёрную полированную элегантность. Такую чуть-чуть шевчащую, шелестящую. Потому что хочется, знаешь, такого шика на простоте. Ну вот как мои волосы. То есть они очень чёрные и очень блестящие. В этом есть шик. Вот я хочу в такой стиль прийти. Знаешь, чтобы ничего лишнего, чтобы все слушали, что я говорю. То есть я устала от костюмов как таковых, ну как нарядов. И хочу к настоящим костюмам прийти, чтобы меня вообще перестали воспринимать как сексуальный объект в принципе. Потому что я переборщила. Ну то есть вблизи я вижу, что я переборщила. Особенно на Баге, знаешь, когда я тут в штанишках и в топике. Как бы это выглядит, будто я сбежала из фильма «Кто убил кролика Роджера». Ну да, в реальности это выглядит примерно так. Вот. И что-то как бы мне тоже не очень. Я сейчас постараюсь ее исправить. Вот. И мне хотелось бы, наверное, запустить какой-то процесс во всех, знаешь. Потому что прежде чем я по-честному захотела остановиться, ну прошло, я не знаю сколько. Я поступила на фэшн-дизайн в 18 лет. Сейчас мне 38. 20 лет я наслаждалась одеждой, кутюрном, фэшном, винтажом. И вот я сейчас наелась. То есть мне хватило 20 лет и мне хочется пойти дальше. И я тебе точно могу сказать, что лучше претендента, чем меня, не найти. Потому что я зажравшаяся всем. Понимаешь? У меня уже столько домов, что мне больше не надо. У меня было столько мужей, что я больше не хочу. У меня было столько проектов и бизнесов, что я хочу сказать, что же. Хочу просто размножать то, что есть. Я уже не хочу новые даже начинать. У меня было столько винтажа, столько дорогих сумок, что я больше не хочу. Это такой кайф. Я не знала, что можно прийти к этой фазе. Очень крутая фаза. Мне очень нравится. Я ничего не хочу. Я хочу учить людей потреблять. Чтобы они не потребляли всякое говно, от которых у них потом, знаешь, это эмоциональная диарея и сплошные разочарования. Я хочу, чтобы люди научились потреблять так, чтобы они получали удовольствие и чтобы эта вещь потом не оказалась на помойке. Потому что каждый день, когда я проходила в городке Чикистов мимо помойки, я видела там вот такие горки шмоток. У людей не хватает мысли увезти их куда-нибудь в эстенок, в фонд соцслужбы. В каждом городе есть общий фонд соцслужбы распределения. Находите в Яндексе, в Гугле. Это фонд, который принимает все виды пожертвований. Денежные, съестные, велосипеды, лыжи, санки, вот все, что у вас осталось, там шкафы, телевизоры, одежда. Несете им и они распределяют по тем, кому это нужно. И они реально знают, у кого там 40 детей, у кого там бабушка, у которой ни одного родственника, там где дедушка. И они это все распределяют. Это очень удобно и не нужно ничего выкидывать. Ну или по крайней мере, да, если H&M открыт в городе, можно в H&M отнести, H&M тоже принимают. Но есть сомнения, что они это не перерабатывают, а что это типа пиар-ход, я еще хочу там поковыряться, потому что не хотелось бы, чтобы они это выкидывали. Это очень здоровый подход, это настолько легко реализовать, и это дает тебе такое другое немножечко ощущение качества и смысла проживания твоей жизни. Я много работала с темой благотворительности, когда я еще начинала на телевидении много лет назад. Я не устаю это повторять, может быть, кому-то это понравится, такой отчасти циничный подход, но мы использовали в свое время слоган «Станем лучше, поможем там» и так далее. Ну, то есть это правда делает тебя лучше, и вот это ощущение твоего, ну, это добавляет смысла всему, что ты делаешь, добавляет смысла. А когда много смысла, это очень интересная игра, гораздо более интересная, чем его отсутствие. Поэтому просто попробуйте, те, кто еще даже не находил на это время. Ты начинаешь вот время благотворительности тоже, так или иначе, к ней тоже нужно прийти. Я против того, знаешь, когда каждый должен, отдать там ближнему и так далее, нужно отдавать, не отнимая от себя. Ну, то есть, когда это тебе не больно, когда это тебе приятно от изобилия. И вот ты говоришь, я тоже узнаю вот это иногда не отсутствие желаний, а когда присущение в полном смысле этого слова. Хотя там ни ты, ни я, ни Филипп Киркор, да, условно, то есть это не идет речь про, ну, просто километры рейлов там с одеждой. То есть у всех еще этот разный порог, и ты вдруг приходишь, вот мы сделали первое такое благотворительное мероприятие в этом году и точно запланировали, уже забронировали дату, поставили ее на следующий год. И я туда тоже зашиваю тему вот такого выгул платьев, то есть это что-то, где не больно, где не травматично. Ты приходишь без чувства вины, что вот какая-то социальная несправедливая, ты просто приходишь красиво, интеллектуально и легко достаточно провести время параллельно с делом важное, мощное дело там. И люди, я вижу, как они просто, как живительная влага в пустыне, как они эту идею воспринимают. И я буду раз в год шить себе шикарное платье, которое становится для меня тоже событием, оно привязано к этому самому главному. И когда там, знаешь, есть люди, которые очень сильно это осуждают, особенно там какие-то большие фонды, есть звезды первой величины, которые вот такие благотворительные какие-то рауты проводят, что вот вроде как если совокупно серьги, бриллианты и корсеты и сумки сложить, то это было бы еще больше, чем вы собрали. То есть это в моей жизни тоже продолжает оставаться и используется. И я с помощью этого в том числе зарабатываю, чтобы мою делиться. Но вот вот эту тему осмысленного потребления и потом перераспределения ресурсов, а еще очень привлекательна мысль для тех людей, кто любит выбирать себе роли. Потому что выбирать не только гардероб, но выбор роли. Вот ты кто? Вот роль благотворителя и роль перераспределителя, она очень интеллектуально опять же привлекательна. Вот есть такие растиражированные, знаешь, вот эти сообщения, мы буквально вчера с друзьями просто обсуждали, на земле было 100 человек, то по-моему 6 из них, ну то есть как перераспределять на земле, 6 из них владели бы 59% всех абсолютно ресурсов. Ну то есть совершенно неравномерное, но когда ты заходишь в тему помощи другим, ты на самом деле начинаешь участвовать, это акт перераспределения средств, то есть ты меняешь роль не ты, как бы что-то досталось тебе, а ты начинаешь перераспределять потоки, это совершенно другое сознание, другой подход к жизни, поэтому я очень сильно тебя поддерживаю, это круто, но к этому нужно прийти, я только в этом году сделала первое благотворительное мероприятие самостоятельное, потому что я не получила себе ни силы, ни энергии, ни финансовых возможностей, я посильно участвовала в чем-то, что организовывали другие, а сейчас это для меня следующий уровень, и это гораздо более интересно, чем новую сумку, конечно, купить, то есть подвести людей к какой-то сверхидее, упаковать ее красиво, и чтобы они в этом хотели соучаствовать и сделать, например, традиции, мне сейчас интересно уже работать на уровне создания традиций, мы делали и назвали это первый благотворительный обед, и ведь понятно, что пройдет время, и когда я буду проводить десятый благотворительный обед, это легендарное событие, на которое откалиброванная такая аудитория приходит, под которое люди шьют наряды, и я говорю, у меня мурашки идут, и все это еще и в помощь, но это вот то, про что ты говорила, невозможно сейчас это придумать, смотря эфир, и через три недели реализовать, в этом еще нет бэкграунда, а через 10 лет я буду рассказывать, как это все начиналось, потому что ты степ-бай-степ к этому подходишь, поэтому 12 декабря у нас проходит, сразу проанонсирую, поэтому кто в Екатеринбурге, 12 декабря 23-го года, второй неожиданно мы от темы гардероба и потребления перешли к спасению планеты от пластика и помощи передающихся детям. Ой, там, смотри, все возбудились по поводу извращения, что когда у человека повели в каждой стране, вот это действительно извращение. Это про меня, да, у меня есть повели в каждой стране. Это я извращенка. Почему? Что это такое? Блин, у меня комментарии что-то не будут. Это не извращение, это самообучение, это самообразование. То есть, по факту, чтобы вы могли двигать большие пласты и на что-то влиять, вы должны получить серьезное самообразование. Ведь на все интересные задачи нигде не обучают. Это всегда самообразование. То есть, вы должны найти какой-то себе тренажер. Мой тренажер был недвижка, ремонт и реставрация. И у меня сейчас больше пяти уже объектов, по-моему. Да, Юлик же на меня два дома переписал, так что у меня еще есть половинка. В общем, ничего в этом необычного нету. То есть, я ничего не испытываю от того, что у меня пять больших домов. Вообще, ничего совершенно. Я живу в хостеле, в серфкемпе. Через три дня уйду чистить пластик на побережье, хожу в черно-линяной рубашке, в штанах из Зары и в тапках за четыре тысячи. Тоже экологически чистая, там не грамма кожи. Вот. Поэтому это необходимое степень самообразования, через которую, да, можно прийти. То есть, вы должны понять в какой-то момент эту необходимость себе тоже. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь не продолжалась, как день сурка, вам нужно начать видоизменяться. Если вы женщина, для вас самый быстрый путь видоизменений через одежду. Вы видите перед собой на самом деле двух достаточно серьезных акул бизнеса. Мы с Олей очень много зарабатываем и двигаем достаточно серьезные пласты, моральные пласты, потому что мы влияем на большую массу людей, на нас смотрят, как на философов современности. То есть, нас слушают. Наша ценность в том, что мы говорим. Но как мы смогли подчеркнуть и создать ценность того, что мы говорим? Мы стараемся хорошо выглядеть, мы самообразовываемся, и мы серьезно относимся к личному бренду и к самопрезентации. В интонации голоса, в сленге, который мы выбираем, у нас не случайный сленг, это выбранный сленг. Я могу менять сленг в зависимости от ситуации, от потребности и от собеседника. И это очень круто, потому что мы самообразовались для того, чтобы выйти на игры поинтереснее. И сейчас Оля уже способна создать благотворительную организацию, которой будут прислушиваться и которая может серьезные пласты двигать, а не только, например, быть голосом на Ютубе в виде философа современности в женском обличии. Потому что очень много миллионов женщин к нам прислушиваются. Но хочется дальше и хочется больше. А через что мы к этому пришли? Через то, что мы постоянно тестируем новый образ. У меня есть гардероб, который выкинул. Помнишь, мы обсуждали мой белый гардероб? Нахуя его купила? Я, блядь, не знаю, о чем я думала. Это меня Юлик сбил. Я жила с Юликом. Он, знаешь, там это все из меня пытался няшку сделать. Я накупила себе белых платьишек с фонариками. Я все нахер выкинула. Вообще, это не моя одежда. Вот, черная, лен, знаешь, зло, пиджак. Супер, татуировка. Какие белые платья с фонариками? Вообще, просто бред. Вот, то есть, были неудачные попытки. Но зато я точно знаю, что я так больше делать не буду. Это не моя тема. Вообще, светлая одежда мне вообще не идет на минуточку. Так же, как светлые волосы и светлые помыслы. Знаешь, все крутые персонажи, литературные или кино, или исторические, если мы злодеем, то быть до конца. Знаешь, нужно и в этом иметь цельность. Ну, это правда, так? Вот эти заигрывания, там, ты полудобрый или полузлой, это непонятно какой вообще размазняк ты жилкий йогурт. Нужно было прохладить нацию. И это очень круто, то, что ты рассказываешь, что вы понимали, девчонки, что не страшно ошибиться, страшно застрять в ошибке и просто как бы ее постоянно как бы реплицировать, да? А когда ты понял и бывает спустя, ну, ты по фоткам или по видео можешь увидеть, социальные сети нам это легко позволяют. Проваливаешься в свой аккаунт, просто вот как подводить итоги года, если люди это делают, кому-то нравится, ну, пролесните свой инстаграм просто вот и до и посмотрите, где вы были, с кем вы были, в каком контексте, что вы думали и вот эта картинка, вот это такая концентрат выборки и можно либо ужаснуться, либо улыбнуться, либо понять, это вау, было круто и куда ты идешь дальше. Поэтому такие ошибки тоже бывают и у меня, естественно, тоже. У меня ошибок больше, чем у тебя, я в этом менее тренированный человек, но я стараюсь и от тебя, наблюдая за тобой, за другими людьми, за самой собой и вот мне, например, очень интересна тема, помимо благотворительности, тема развития образования и почему у меня в образе, например, присутствует секс и интеллект. Вот я, наверное, два слова определяю, секс и интеллект, но еще женственность там параллельно, то есть мне это тоже близко, мне это очень нравится. Женственность, элегантность, вот такая именно женскость даже, я бы сказала, то есть я и смокинги ношу, и пиджаки ношу, и мужского кроя, но больше, все равно у меня больше приталено, если под пиджак, то корсет, то есть как бы тема, потому что очень легко, мне нравится, я хочу соединить два этих мира, таких немножко, женщин, например, там от науки и интеллектуально обособленных, так скажем, и женщин, транслирующих женственность и сексуальность, потому что они пересекаемые миры, конкретно во мне, в других, я вижу, так ты раз их сопрягаешь, и уже образование, и чтение книг, и собирание домашней библиотеки не нафталином начинает пахнуть, а секс, а это гораздо более привлекательно, то есть одно другого не отменяет, мне интересно как бы соединить то, что в обществе разделено, потому что есть как бы синий чулок, книжный черщ, и есть некая такая, какая-то женщина, которая ищет земных благ, удовольствий, денег, искушения какого-то, я хочу их котопёс сделать. как вот стиль называется Ольга, котопёс? секс интеллект, и в книжном клубе мы тоже транслируем тему, и девочкам нравится к этому присоединяться, я их не просто книжки читать зову, а говорю, что начитанная женщина это сексуально, и это правда так, если бы мы же сопиофилы, для нас умная женщина это вообще верх всего. Слушай, а как бы ты мой образ описала, вот ты свой образ описала, а мой как можно описать? Ну, тут ты очень, 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 очень находишься всё равно в категории такой, которая не сложна к прочтению, а которой некоторые боятся подступаться. В тебе много символики всё равно магической, такой немного потусторонний, то есть ты соединяешь в себе не то, что здесь внутри, вот эти пласты этого мира, а ты соединяешь между собой миры и вот такие как бы смыслы, ты не боишься заглядывать в тепло, в бездну, оттуда что-то извлекать, и опасность есть в твоём образе, опасность очень отличное слово и глубокий интеллект с магическим налётом, так скажем, вот, я думаю, что вот да, я вот соглашусь, пишет образ скорпионов, в принципе, мне кажется, я эталонный скорпион, как они и есть, то есть мистика, глубина, очень глубокая склонность к близости, то есть я всегда стремлюсь к интимному общению, я не приемлю формальное и готова отказаться от неформального ради интимного, то есть я такая, мне главное в глубину докопаться, да, мистика и вот это философская какая-то бесконечная, кстати, многие же думают, что скорпионы агрессивные, а по факту скорпионы, они же философы залипало, то есть я прежде, чем отомстить, хожу полтора года к психотерапевту и обсуждаю эту идею с ним, ну и соответственно, когда там мы уже приходим к решению, то есть я уже вообще как бы, знаешь, там три страста поменялась, я хочу встретить мстительного скорпиона, как он выглядит, то есть как бы они настолько философские, что они запутываются в собственных решениях, пока начинают философствовать, что верно, знаешь. Да, вот добраться и смотреть в глубину, люди не, даже не в глубину, в бездну, я бы сказала, потому что смыслов их бездна, там нет дна, там тоже нет константы, а ты такая, знаешь, если все вот этот колодец смыслов там обходит за три километра, ты такая, о, туда, точно, кто со мной, там все, такие, стоят, остались, и такая нырнула, вот, то есть ты заныриваешь максимально глубоко, и это в тебе очень притягательно, конечно, очень притягательно, но это тоже, вот, попахивает одиночеством интеллектуальным прежде всего, потому что тебе, конечно, тяжело, чем ты глубже, тем тебе сложнее найти. Слушай, ну, я же эту фазу тоже пережила, то есть я, сколько-то лет, да, это было похоже на одиночество, а потом мне стало просто нормально. Да. Ну, то есть мне, я даже не знаю, как я пришла к этой фазе, мне так интересно, ну, то есть я все время что-то делаю, у меня гигантские планы, то есть настолько крупные, что, мне кажется, здорово меня точно нельзя уже считать с такими планами нашли, вот, и мне так интересно в этом всем, что одиночество, ну, куда-то просто растворилось за деятельностью, знаешь, вот за вот этой реализацией, и каждый раз, когда меня кто-то пытается пожалеть, что типа не заблуждение, мне так смешно, я начинаю ржать, как ведьма в мультиках, знаешь, просто там, да, да истерики, вот, но это тоже какая-то фаза поиска, понятно, что это не навсегда, это какой-то период проживания, который, я понимаю, что тоже перетечет в другую фазу, в другую фазу, и стиль будет меняться, и гардероб будет меняться, все будет меняться, пока что у меня неизменный только маникюр, за 10 лет он не сдвинулся, ни на грамм, я все еще, знаешь, настаиваю на том, что я не работящая баба, потому что я столько лет отработала с клиентами, за станком, представляешь, 18 лет отработать визажистом, вот я реально уже сколько, 5-7 лет не снимаю этот маникюр, с тех пор, как я отказалась от клиентов, я всем в лоб говорю, что я не работаю, видите, есть доказательства, не работаю, не работаю, вот, и пока что это единственная константа, все остальное, конечно же, меняется, и мы хотим всех заразить, пойти туда, потому что вы просто не представляете, кого вы можете найти через 2-3 года в этом же теле, там такие персонажи, такие крутые, просто охуенно крутые персонажи, то есть, я же помню себя 18 лет, каким я была подростком-гопником на московской горке в Екатеринбурге, знаешь, из гипербедной семьи, из ужасного района, ну, понятно, в 90-х все районы были ужасные, там все время кого-то стреляли, убивали, в 90-е, ну, как бы, да, постоянно какие-то стрелки мы ходили, я помню, это ГП детство, понимаешь, которое, чтобы из себя его вытащить, наверное, ушло первые 12 лет терапии, и лишь потом я ушла глубоко в какие-то личные смыслы, но я ушла, большинство девочек, которые остались у меня знакомые в Екатеринбурге, я не могу с ними видеться, когда я приезжаю, потому что за 5 лет, которые я там не живу, у них ничего не изменилось, их ежедневный рацион точно такой же, они живут там же, с теми же, просто дети чуть подросли, у них точно такой же гардероб, она с той же сумкой, ничего не меняется, просто я их боюсь, я не хочу их развлекать, я не хочу с ними увидеться, чтобы рассказать, сколько неадеквата произошло у меня за последние два месяца в жизни, а у нее ничего за 5 лет, супер, поговорили. Обязательно начните этот путь, заходите в самоизучение, в проявление, в тестирование образов, переодевайтесь, избавляйтесь от старого, продайте все за каникулы по 300 рублей с авито, купите себе на все вырученные деньги одну неадекватную вещь. Это так и есть, это дико интересно, и, конечно, вот то, что ты говорила в начале, как шопинг, так и перекупание, все вот эти игры, очень круто, весело, веселее, гораздо более драйвово делать вместе, поэтому вот присоединяясь к ключам, живое сопровождение, это просто роскошь, рада 4 мастер-майда вам за месяц живых сделает, и там, ну, можно эволюционировать за 2 месяца эти курсы, и следующий месяц будет мой, мои 4 живые мастер-майда за 2 месяца, я уверена, но это больше, чем за минувшие 10 лет может с вами произойти, в плане визуального изменения, и в плане поиска смыслов, конечно, вы там обнаружите вот этих субличностей своих, которые примали и никогда не выходили ни при каких обстоятельствах, там там и сексуальные кошечки у кого-то найдутся, и философы, интеллектуалы, и акулы бизнеса, и взрослые переговорщики, и, в общем, не знаю, и правители, и все на свете, и там это все есть, и это можно очень деликатно, мягко выводить постепенно, и, ну, жизнь вокруг вас просто категорически изменится, категорически за 2 месяца, потому что 60 дней вполне достаточно для такого совместного эксперимента, еще и за руку с таким доставником как Рады, но я больше буду по коммуникации, но как раз коммуникация поможет вам сопрягать, сопрягать то, что вы в себе нашли и как бы показали, чтобы это было менее травматично при общении с любыми вашими там социальными группами, там с коллегами, с начальницей, с семьей, с широкой аудиторией, потому что у большинства есть аккаунты, поэтому с 1 января мы стартанули, но можно еще присоединяться к ключам, ссылка в топлинке у Рады есть, также есть у меня, если вдруг что-то не сработает, можете мне в директ написать, поможем технически. Да, у вас время до 14-го, потому что это очень длинный курс, и мы вам потом его еще на 2 месяца отдаем, чтобы вы пересмотрели, и вот здесь такой хороший вопрос, девушка спрашивает, неадекватную вещь, например, какую? Вы поймите, дорогие, что вы для этого идете учиться думать про себя, задавать себе вопросы, потому что это вы должны себе ответить на этот вопрос, то есть никакой стилист не может за вас решить, какая вещь для вас неадекватная, только вы можете прощупать, а кто вы сейчас в этот момент жизни, кем бы вы хотели стать в ближайший момент, или на сколько субличности вы хотите раскуплиться. у вас может быть дома одна субличность, на работе другая субличность, в тренажерке третья субличность, у вас может быть много ролей, потому что вы актриса, и для женщины часто менять образ, переодеваться в течение дня, часто менять прическу, красить в разные цвета ногти, иметь три стопоровые непредусудительно, никто никогда вам не скажет, что с вами что-то не так, из-за того, что вы 3 раза в день переоделись, понимаете? Для женщины это норма, и этим надо воспользоваться, потому что мужчину, который будет там субличности несколько раз в день менять, возможно, к нему будет больше вопросов, ему это будет сложнее, потому что он не настолько эмпатичен, и он не соткан из эмоций, а вы сотканы из эмоций. И мы назвали марафон «Стань счастлива за 60 дней», потому что мы уверены, что счастье это быть понятой. Большинство из вас очень устали от себя, от жизни и вообще от всех, потому что вы всё время всё мимо делаете, вы ничего не знаете про себя, вы неправильно себя транслируете, вы с неправильными людьми неправильные коммуникации заводите, то есть если это хотя бы причесать, у вас будет плюс 100% энергии, хотя бы это, потому что можно выйти из хронической усталости, если перестать делать ежедневные эмоциональные ошибки внутренние и внешние. И первые 4 месяца я вас причесываю, потому что я вас провожу через психоэмоциональные все барьеры, и потом я вас передам Оле, потому что вы начнёте с Оли уже учиться выражать себя, говорить и как-то смысленно доносить свои смыслы во внешнюю среду, то есть сначала мы внутренние смыслы причесываем, а потом уже аккуратно учимся взаимодействовать с внешним миром. Точность трансляции. Когда мне муж сделал первые подарки на Новый год, он примерно за 2 недели начинает мне дарить, у него недержание абсолютно, купят, ему нужно, ты не можешь ждать каких-то там чисел. Вот, я сфотографировала коробки и спросила у своих подписчиков, как вы думаете, что там? И в течение первых 10 комментариев они отгадали. Ну, понятно, что есть вещи, которые невозможно отгадать, да, что-то там интимное такое, там, то только то, о чём. Он говорит, как это возможно? Типа, как твоя аудитория так хорошо тебя знает? Игры любимые. Это очень просто. Точность трансляции, потому что я очень точно выверенно говорю там о своих интересах, например, о тех, о которых я готова рассказывать в паблике и так далее. И я спрашивала, зная, что они угадали, что это антикварная ваза, потому что, зная, что я флористикой увлекаюсь, что я люблю дома композиции там делать и что она антикварная, потому что, ну, не из магазина он его там посудно выкупил и так далее. Догадались о собрании альбомов по искусству через непрозрачную коробку. Точность трансляции. И я не получаю плохих подарков или неуместных сейчас от подписчиков, потому что они меня очень хорошо знают, потому что я очень точно себя транслирую. И в жизни то же самое. Ко мне приходят люди, ученики, партнеры, когда мне говорят, как вы избавляетесь от токсичных людей? Я клянусь. То есть это как бы как тефлоновое покрытие, когда сковородка, на которой невозможно пригореть чему-то, не присоединяется, потому что максимальная точность трансляции. Вот. Это очень облегчает, удаляет практически трение при соприкосновении с миром. Сейчас у вас очень много трения, очень много сопротивления, много макро, микро конфликтов, недовольства. Сегодня мои соседи опять томатом друг на друга орали. Я понимаю, что, конечно, вот Рубикон был, Новый год, кто-то, наверное, что-то визуализировал себе загадывал, но на тех же самых санках по тем же самым рельсам они едут. За счет точности трансляции вы просто убираете, убираете сопротивление, и вдруг потом переходите вот в эту фазу, про которую все говорят, что-то у вас в легкости получается. Потому что просто вы не тратите ни энергии, ни силы, ни смысла, ни время, ни деньги на преодоление конфликтов. Они просто не возникают. Поэтому когда вы при этом еще и поиграли в выбор роли, когда визуал отточился, ну, это просто другой человек. Это психологическая пластическая операция. Наверное, так. Ну да, но там очень много глубоких граней. Например, я сейчас вижу, когда я иду на риск. То есть иногда я говорю или делаю какие-то вещи, я понимаю, какие будут последствия, поэтому мне как бы ничего потом не травмирует, не удивляет, потому что я заранее прочитала все. То есть понятно, что когда я дала все свои там скандальные интервью, я понимала, какая волна потом ко мне придет. Она пришла. Да, пришла волна шизиков, пришла волна шезотериков, пришла волна магов, короче, какие-то секты, в общем, аум семирикё, или как... Ну, короче, просто, знаешь, какие-то ордена. Я такая, ладно, ладно, я такая всех выслушала, такая посмотрела, привет. Вот, то есть очень удобно в том плане, что вы становитесь стратегом, вы можете, в принципе, все предугадать. То есть я где-то понимала, да, вот эту волну там какого-то хейта, каких-то сложностей, когда я определенный шаг делал. Ну и, соответственно, мне ее пережить не очень сложно. То есть мне уже не надо обкладываться психотерапевтами, чтобы пережить там какое-то событие или волну, потому что я сама его создаю заранее, ну а что там переживать, если я сама это сделала? Ну то есть по факту это игра, это определенная степень власти и все. И знаешь, я заметила, у меня вообще исчезли хейтеры. То есть если раньше их было достаточно много, то сейчас ни одного не знаешь почему? Они меня начали бояться. Это так удобно. Да. То есть если раньше мне казалось, что я всех распугиваю, то теперь это реально так. Меня люди боятся, и они боятся писать мне хейт. Это очень удобно. То есть вы можете в любую сторону двигаться. То есть не важно, какой образ вам нравится или какая подача, разницы никакой нет. Это просто какой-то этап в вашей жизни, это какое-то проживание, оно все равно не навсегда. То есть это ваше временное амплуа. Вот я сейчас в этом временном амплуа, там через полгода оно явно сменится. И я знаю, как это сделать, я знаю, как заметить, когда я захочу, я знаю, как это быстро воплотить, как, ну не знаю, переделать. То есть все становится управляемым. И это самый кайф, потому что эмоциональное состояние суперстабильное, очень стабильное. То есть сейчас, что бы я ни делала, насколько бы крупные, страшные проекты, ну для других страшные, я не делала, мне нормально, потому что как бы это уже в норме моих ежедневных процессов. То есть я уже привыкла двигать пласты и все стало привычно. И вы постепенно тоже вырастите за счет того, что вы зайдете. Вы начинаете тренироваться и в какой-то момент вы можете все больше и больше и масштабные пласты двигать. Очень круто. Это очень круто и очень интересно. Приглашаю вас в эту игру. И я сейчас много думаю про возраст, про время. И если как бы вот отмеренно, допустим, мы уже там если к сорока смотреть, ну к активной жизни это какие-то все равно очень обозримые годы, да, 15 лет, ты понимаешь, что не вся жизнь впереди, а половина ее физически. Понятно, что можно стремиться растягивать, но когда ты за два месяца проживаешь такой накал страстей, то тебе 10 лет активной жизни впереди кажется, да боже мой, там просто можно сделать все, абсолютно все, что ты задумал. Это другой уровень вообще сознания, другой уровень отношения к времени и пространству конкретно вашему. Это право и роскошь выбирать себе гардероб, выбирать себе настроение, выбирать себе мысли, выбирать себе роли, выбирать свое значение, выбирать, в какое наследие ты оставишь. То есть мы к этому призываем, это начинается от сумок, а заканчивается вот такими совершенно глобальными вещами. А что после тебя и вообще во что это ну это рекординация определенная и такие с этим тоже можно будет поработать. надо только начать. Ну это просто навык управления жизнью на самых понятных ежедневных процессах, к тому же которые ежедневно дают кучу бонусов, выгоды и эмоциональной стабильности. Поэтому конечно все ищут какие-то надсмыслы философские, но по факту я вот сколько искала эти смыслы, хочу сказать, что точно шмотки это самое внешность, шмотки самопрезентация это самое важное, потому что какие бы у вас ни были смыслы, никто их толком не может донести, потому что нету базовых навыков. И вы прекрасно знаете, что все хорошие мастера вечно сидят где-нибудь никому не нужное, хотя они очень хорошо как исполнители что-то делают, но они вот как бы не считают нужным, что научатся транслировать. И до сих пор я очень часто вижу людей, которые говорят я потрясающий мастер в том-то, том-то. Вот как только я найду продюсера, я сразу сделаю гиги. Я говорю, слушай, ни один продюсер нормально тебя не возьмет в работу, потому что я тебе как продюсер могу сказать, продюсер ищет готового человека. Мне не нужен человек, который ищет продюсера. Никто никогда не возьмет сырой материал, никому он не нужен, потому что этого сырого материала 99%, а цельных единиц, которые понимают, что они должны и сами во всем тоже разбираться, тоже. И сами все умеют и накраситься, и причесаться, и одеться, и говорить, и отредактировать, и смонтировать. Мы же все умеем. Я могу в фотошопе работать, смонтировать видеоролик, знаешь, там, сшить себе платье, все что угодно. То есть быть объемной личностью это необходимость для того, чтобы кто-то захотел с вами серьезное партнерство или в ваше масштабирование вложиться. Поэтому, если у вас большие планы на жизнь, вы должны в первую очередь себя догранить. И дальше уже вы станете интересным, пойдут предложения, обязательно предложения во всех сферах идут, в дружеской, в отношениях и в бизнес-партнерство. Аминь. Возвращаемся эфир сохраним. И, кстати, на канале «Женщины» сегодня, третье число, на канале «Женщины» сегодня на Ютубе выйдет видеоверсия нашего предыдущего эфира, у вас будет возможность посмотреть, поделиться с подругами и плюс у нас будет продолжение рум-тура, поэтому канал «Женщины», канал «Не принято обсуждать», там еще много жирненького материала с Радой появится в ближайшее время. Все, спасибо, дорогая, очень рада была тебя видеть. Если кто-то не может присоединиться, у меня есть техподдержка в Топлинке, или можете Оле в Эфидирект написать, мы поможем. Все, всем пока, счастливых хороших праздников. Субтитры сделал DimaTorzok